Год был сложный и, безусловно, когда мы говорим об этом годе, самое страшное, что сегодня произошло, это то, что сегодня гибнут люди. И сегодня способствуют этому государственные чинуши, которые представляют или спецслужбы, или государственный департамент. В постоянной попытке втянуть в этот коловорот Российскую Федерацию, создать деструктивные процессы вокруг нее, разладить социально-экономический и общественно-политический строй внутри страны. Притом они спекулируют на наших реальных проблемах и на наших других серьезных вещах. И если говорить о самом главном событии, то их было много. Но я человек военный и считаю главным событием это принятое решение Советом Федерации по наделению полномочий президенту о возможности применения вооруженных сил за границей. Это уникальная операция, которую воздушно-космические войска ведут на территории Сирии. На дальних подступах отстреливая терроризм. Потому что международный террор, как прогнозируют очень многие ведущие эксперты, в ближайшее время может быть самым большой проблемой нашей Российской Федерации и других стран, которые сегодня находятся в Европе. Может быть там, где условия жизни и отношения к террору уже привыкли и совсем другие обстоятельства. Я думаю, вот эти обстоятельства являются самыми главными. И наступающий год станет годом, когда мы закончим эту операцию, когда мы начнем поднимать экономику, когда организуем процесс нормального развития своей страны, независимо от того, как на это реагирует международное сообщество. Сегодня мы должны думать о своей стране, о своих людях. И это мой самый, так сказать, главный прогноз и самая главная задача, на мой взгляд, нынешнего руководства Российской Федерации. Так, в принципе, и Республики Беларусь. Редактор субтитров А.Семкин